Добрый день, читатели сайта КП в Украине. Сегодня у нас в гостях основатель Atlas Weekend Дмитрий Сидоренко и креативный директор Atlas Weekend Влад Фисун. Здравствуйте. Здравствуйте, добрый день. Повод у нас хороший, это фестиваль Atlas Weekend, который уже состоится этим летом, в июле. Ну, такой вопрос, как проходит подготовка к Atlas Weekend, все ли уже готово, полностью ли определились со списком артистов? Уже процентов на 70-80, лайнап уже понятен. Сейчас мы делаем согласовательные макеты, оплаты, и в ближайшие несколько лет вы его все увидите, но уже, да, финальная картинка уже вырисовывается. Ну, вопрос может быть несколько преждевременный, пока дверь Atlas Weekend не может открыть, потому что он это делает в восстановленные дни, с 4 по 8 июля это произойдет, 5 дней. Уже есть представление о том, какие зоны сохранятся, и есть вариации на тему того, что будет изменено. Самое главное, что локация та же самая, это комплекс ВДНГ, его правая часть, если ориентироваться на входе. Но я думаю, что те, кто собирается на Atlas Weekend, найдут его на этой обширной территории без труда. На что будет изменено, например? Сейчас, ну, смотрите, мы точно не хотим забегать вперед, потому что сказать сейчас, детально изложить вам все сюрпризы, наверное, преждевременно, но я могу сказать, что мы сейчас будем очень внимательно исследовать потоки людей, которые были за предыдущие два года на ВДНГ, и будем смотреть, где какие зоны усиливать, от каких, может быть, сцен или зон, может быть, имеет смысл отказаться, либо переделать их. В любом случае, фестиваль не будет точно таким же, каким он был два предыдущих раза, и он, скорее всего, будет больше. Именно так и очень больше, лучше, позитивнее. Будет увеличена развлекательная часть, не музыкальная, то есть будет действительно все больше интертеймента в разных их проявлениях, то есть чтобы еще больше людей, как бы с утра до вечера, до ночи, просто там разрывались между разными интересными вещами и потом просто отсыпались все недели после фестиваля. Плюс мы расширяем не только территориальные границы, но еще и хотим расширить возрастные, потому что общие тренды европейские, мировые, которые делают из фестивалей, скажем, и семейные праздники, и делают программы фестивалей расположенность, инфраструктуру, пригодные для того, чтобы на фестивали ходили люди старшего возраста, люди с ограниченными возможностями, чтобы они там себя чувствовали комфортно, над этим мы тоже работаем в этом году и довольно активно. Но все-таки, а примерно сколько артистов планируется на фестивале? Ну, порядка 250. Это со всеми иностранными, украинцами? Да, это все вместе, да. А, кстати, какие будут нововведения по поводу билетов? Абонементы, как обычно, будут в этом году? У нас... И цены какие в этом году? Цены у нас, учитывая, что у нас плюс один день, то есть у нас уже будет шесть дней фестиваля, у нас будет пять дней уже, которые с платным ходом, а один бесплатный, то цена, соответственно, вырастает, учитывая, что артист у нас еще будет более интересный, соответственно, цена немножко из этого вырастает, то есть у нас средняя цена будет около 2-2 тысячи, 2-2 тысячи в среднем за абонемент абонемент, но у нас ожидается вот запуск после озвучивания финального лайнапа, это будет цена там порядка 800-900 гривен за один день. Но сейчас цена 1550 гривен в кассе клуба и у сервисных операторов она чуть дороже, но мы практически, практически уже со 100% вероятностью будем делать какие-то ивенты, какие-то акции, когда цена будет специальной. все дни, и я думаю, что за этим стоит следить через соцсети, подписываться на страницу, потому что у нас так, и так, в принципе, там довольно оживленные дискуссии, любопытно читать, что люди думают, на что они надеются, что их, возможно, пока останавливает от принятия решений, помогать им принять это решение. Поверьте, я считаю, что это очень хорошее решение, попадать на самый большой музыкальный фестиваль в стране. И вообще, мне кажется, что подобное решение человек должен принимать исключительно в хорошее настроение. То есть сначала надо привести себя в хорошее настроение, а потом решиться на это. И если говорить о цене билета, то пока мы даже просто элементарным калькуляторным подсчетом смотрим на то, что цена на один день складывается меньше, чем цена на какой-нибудь один сольный концерт какого-нибудь хорошего артиста. Существенно ниже. Соответственно, посчитав, что вы попадаете на выступления 250 артистов, из которых вы выберете тех, кого вы хотите посетить, вы можете представить себе, что означает цена 1550 гривен за 5 дней сейчас. То есть, в принципе, это очень-очень подобно. А впечатлений хватит на долго. Это мы обещаем. Вот этим мы работаем в этом году очень целенаправленно и опять же в нескольких направлениях. То есть мы говорим о том, что, конечно, война, это очень важно. Но у нас про ней есть фестивали, которые ориентируются только на лайнап и все. Мы же к сильному лайнапу хотим добавить еще то ощущение, которое можно назвать атмосферой. Когда точно назовете весь список артистов? До какого числа? Такой дедлайн мы себе поставили с 15 по 30 апреля. То есть, чтобы уже к этому периоду уже были выключены все. То есть все основные имена мы хотим вылететь до 15 апреля, а с 15 по 30 апреля уже какие-то определенные окна, которые у нас там где-то будут появляться. Ну, в лайнапе. Я так понимаю, с иностранными артистами уже давно договаривались? Именно больше с украинскими, да, артистами сейчас договаривались? И с теми, и с вторыми. Мы вот съездили на международную конференцию АЛМС в Лондон в начале марта как раз. У нас 4 дня был активный переговор со всеми крутящими агентствами. И вот после этого с некоторыми артистами, с которыми мы даже, в принципе, не рассчитывали начинание диалога, у нас сейчас идут параллельные диалоги. И, в принципе, мы сейчас даже немножко выбираем, как бы кого бы стоило, с кем у нас получится договориться за более-менее доступную цену, ну, относительно реалий украинской экономики. И, кстати, на той цены, которую мы все-таки ставим для фестиваля. То есть цена нас где-то в каком-то плане немножко ограничивает, потому что у нас принципиальная позиция, чтобы все-таки наш фестиваль был доступен всем украинцам, чтобы любой мог на него попасть и все-таки на себе это ощутить. Но имена будут сильно достойны. И переговоры мы уже, в принципе, на финале стали с многими. Уже закончились, некоторые уже на финале зеленые. Ну, плюс надо понимать, что наш рынок, вследствие определенной культурной разницы с Британией, например, или с США, или с Центральной Европой, он имеет свои особенности. Некоторые большие артисты там, здесь пока еще не имеют такого веса по разным причинам. У каждого артиста эта причина индивидуальная, и какая-нибудь очень громкая и многими любимая группа там, здесь пока только набирают обороты. Есть очень большое количество артистов, которые сейчас большими-большими, очень большими буквами написаны на европейских фестивалях или на американских фестивалях, и которые пока сюда вести, ну, не то чтобы нерентабельно, но рискованно, потому что слишком большая образовательная работа, условно-образовательная, должна быть проведена, а период для этой работы небольшой. Поэтому, конечно, мы стараемся делать так, чтобы на этом фестивале появлялись такие артисты, которые для кого-то обязательно станут открытием, сюрпризом, но упор делается прежде всего на тех, кто здесь давно любим и ожидаем. Ну и, собственно, пока тот план по лайн-апу, который анонсируется, то, что мы будем показывать всю весну, все это соответствует вот таким критериям. Кстати, в 2016 году был бесплатный вход для детей до 12 лет, и также... В 2018 году тоже. В 2018 году тоже самое, да? И в 2017 году было, и в 2016 году было, и в 2018 году тоже будет. Было, есть и будет. То же самое касается высокой возрастной границы, свыше 60 лет, при предъявлении, свыше 65, прошу прощения, при предъявлении соответствующего документа, вход для фестиваля бесплатный. Также мы сотрудничаем, выполняем своего рода социальную миссию, мы сотрудничаем уже около 10 лет с Союзом инвалидов и подобными организациями, в которые мы тоже делаем полностью бесплатный вход, потому что мы понимаем, что этим людям надо помать. И этим людям важно тоже иметь какие-то эмоциональные всплески в жизни, позитивные. А фестиваль каковы, не является. То есть они к нам регулярно ходят, мы их любим, поддерживаем их тоже. Нам писали студенты тоже. Будет ли для студентов какая-то скидка, потому что они считают, что для них это достаточно дорого. С маленькими стипендиями, тем более. Ну, мы сейчас запускаем, как раз уже совместно с счетбанком, как раз для студентов в первую очередь, ну, в принципе, для всех людей, у которых нет возможности сразу купить. Историю, нововведение у нас будет, у нас будет билет в кредит, который можно будет за просрочку, да. То есть, условно, можно будет частями просто выплачивать, причем покупать сейчас, экономить деньги, то есть сейчас действительно очень дешевый билет, потому что дальше при объявлении лайнапа полноценного бонда будет дорожать. Потому что цена, которая сейчас, она действительно ниже порога рентабельности, окупаемости фестиваля, даже при участии всех крупнейших спонсоров. Ну, вот сейчас будет такая возможность, объективно, если поделить на 5 дней, это действительно на данный момент 300 с копейками гривен. Любой стольный концерт нашего, там, какого-то более-менее известного украинского исполнителя уже стоит дороже, что мы можем, например, за западных артистов сходить во дворе спорта или куда-нибудь еще на западных артистов и поймете, сколько это на самом деле должно стоить. Мы действительно стараемся держать минимальную цену, как только можем. Кир, прошу прощения, надо, может быть, более четко объяснить, что фестиваль как бизнес отбивается не за счет билетов исключительно, скорее это какая-то часть. В основном все эти нагрузки финансовые берут на себя спонсоры. Именно за счет двух вот этих вот составляющих происходит выход фестиваля в рентабельность. То есть без поддержки спонсоров, которые у нас есть, это было бы просто невозможно, цена была бы там в 2-3 раза дороже, соответственно, к сожалению, большинство не смогло бы себе позволить просто. То есть у тебя киевская власть будет поддерживать в этом году фестиваль? Да. Какую-то сумму они выделяют специально? Они на себя взяли покрытие расходов бесплатного дня. То есть если в прошлом году это было... Но надо вообще акцентировать на том, что да. Надо акцентировать на том, что первый день фестиваля бесплатный. То есть 6 дней, то есть первый день в торгах будет бесплатно, а уже оставшиеся 5 дней они будут платными. Вот. Ну и я надеюсь, что в этом году будет решен транспортный вопрос, потому что это очень существенный вопрос, и я думаю, что решение на это счет. У нас активные переговоры по всем департаментам. Нам действительно в этом году будет серьезно помогать, чтобы у нас максимально была идеальная составляющая фестиваля во всех ее проявлениях, транспортных, до любых других. То есть метро продлят, да? Если что-то... Я думаю, что метро продлят. Наверное, я надеюсь, будут решены вопросы с помощью наземного транспорта какого-то. Есть там рейсы автобусов, автобусы, штука гибкая, могут ездить без проводов. Им хватает дорог и солярки. Устали будет бесплатный день. На этом день, скорее всего, будет украинский, если вы поняли, как в прошлом году. Без мировых звезд. Да. Мировые звезды будут... Те, кто купил билет, то и увидят. Абсолютно верно. Кстати, в прошлом году очень много было людей на День Конституции, когда главным фитлайнером была Верка Светвичка. В этом году какое количество людей вы ожидаете, что будет? Мы в целом ожидаем в этом году бить еще и рекорды. Мы уже три года подряд бьем многократные рекорды. В этом году у нас планка полмиллиона человек за все дни фестиваля. И мы хотим взять планку в 150 тысяч человек в первый день бесплатный. То есть, надеюсь, у нас это получится. Кстати, как вы в прошлом году справились с таким потоком людей, которое там шло, шло, шло на этот бесплатный день? Было все очень сложно, но как-то справились? Ну, я как посетитель в прошлом году не могу сказать, что испытывал какой-то невероятный дискомфорт в первый день. Даже нашел место, где расстелить подстилку и передохнуть перед парой концертов в яблу нео на сутбочку. По-моему, испытывали работники метро, я думаю, когда такой поток массово пошел. Мы их предупреждали, они готовились. Ну, не все были готовы. Как смогли подготовиться, для них это был тоже такой экспириенс первый, такого рода. мы же действительно побили в прошлом году рекорд посещаемости в Данге. То есть, это впервые за историю в Данге. Такое количество людей одновременно находилось на... Сколько там было? Там было 138 тысяч. Ну, вы сказали, что собирались как-то привлечь новую аудиторию, да? Ну, все-таки, какие-то будут для них артисты, для людей постарше, например, которые захотят прийти? Словно, будет. Сейчас, как раз, активно делаю с одним таким очень легендарным артистом, который все аудитория постарше знает. Надеюсь, на следующий день может даже сможем его сплющить. Сейчас финализация тоже дела уйдет. Переговоры, да? Ну, к сожалению, да. С западными артистами чуть сложнее, с ним нельзя вот так созвониться по телефону раз-два поговорить и договориться. То есть, там есть агентства, очень много голосовательных моментов, юридических, пиагры. То есть, чуть-чуть диалог дольше, но я думаю, будет работать. То есть, будет какая-то одна раз сцена, где будут такие артисты для людей постарше, например? Ну, мы будем стараться лайнап. Мы с каждым годом делаем работу над ошибками, пытаемся все улучшать, в том числе и в лайнапе, чтобы у нас каждая сцена по формату, по спискам артистов, которые выступают друг за другом и по артистам, которые параллельно пересекаются в одно время, чтобы люди, которые слушают в это время одного артиста, на второй сцене они слушали абсолютно другого формата музыку и чтобы не было пересечения жестких по форматам. То есть, стараемся правильно это выстраивать. Я думаю, в этом году это будет еще лучше, чем в прошлом. Плюс я хочу сказать, что вообще фестиваль для людей, которые по каким-то причинам решили обращать внимание исключительно на какой-то жанр или только на какого-то артиста или двух-трех, фестиваль – это как раз возможность оказаться рядом с тем, что вы до этого не слышали и что, возможно, вам понравится может быть с первого раза, может быть со второго. Поэтому, собственно, фестиваль – это серьезный шаг для личного культурного роста, для личного развития. Собственно, в этом одна из его больших задач состоит. У нас, на самом деле, вот безполнодельно как бы одна из его как бы так и смысловых назначений, то есть, что прошло, но мы за свои полностью деньги его делали. Как раз в том, чтобы большая аудитория людей, которые там по какой-то причине не хотели посетить фестиваль или им, в принципе, не интересно, чтобы они пришли, ощутили, в первую очередь, эту атмосферу, то есть, именно не тех артистов, а именно атмосферу, потому что это абсолютно другая атмосфера, это не концерт на Олимпийском или во Дворце спорта, это действительно там уникальное ощущение, чтобы они это предчувствовали на себе и дальше, собственно, заряжались этим, уже готовы были ходить и на платные. Ну, то есть, это такая, как бы, наша такая… Ну, и вообще, мне кажется, что нашему обществу сейчас социализация необходима в разные моменты. Очень радостно, что какие-нибудь благотворительные инициативы имеют больший спрос, чем это, скажем, было 5-10 лет назад, и они вообще проявляются. То есть, они проявляются, люди, которые их инициируют, говорят о том, что есть живой отклик, что это не какие-то, скажем таки, очень номинальные меры, и, во-вторых, люди, которые принимают участие в таких событиях, для них это действительно способ стать свидетелем чего-то исторического, стать частью этого, возможно, потом, впоследствии и самому что-то такое попробовать инициировать. То есть, это такой процесс, который, возможно, начинается просто с того, чтобы однажды выйти из дома не за продуктами или не за тем, чтобы сесть в личную машину и уехать на личную работу, а иногда пойти и получить какой-то эмоциональный всплеск. Вот именно для этого, собственно, делается фестиваль вообще, и бесплатный день это как раз первая такая индукция для аудитории, которая впоследствии может перерасти во что-то большее, в увлечение таким образом жизни в том числе. Как вообще происходит выбор артиста? Как Вы выбираете артиста? Ну давайте начнем даже с украинских. Как происходит это все? У Вас есть какое-то, возможно, голосование? Вы хотите сейчас магию вскрыть? Возможно, у Вас какое-то голосование, листочки там раздаете, все написали там? Нет, такого голосования нет. По жанрам, возможно, как-то выбираете? Во-первых, во-вторых, у нас есть просто цель охватить максимально форматы интересные, то есть это первые вводные кабины, вторые вводные, мы просто-напросто уже 11 лет в принципе занимаемся организацией концертов, и с большинством, не только наших артистов, а в целом, всех артистов, в рамках, в нем, СНГ, и в том числе с многими западными агентствами, уже работаем много-много лет, и тут действительно нам просто нужно заполнить определенное количество артистов, определенный формат, чтобы лайнап был действительно интересный и полноценный. То есть магия тут состоит в том, что мы садимся, думаем, анализируем, подбираем все вместе, командой. Есть артисты, которые ассоциируются уже с брендом Азласа, есть артисты, которые ассоциируются с Азлас Уикендом, и они тоже иногда попадают просто потому, что это уже какая-то примета фестиваля. То есть без этого артиста фестиваль будет неполноценный для многих. Бывает и так. К вам обращаются менеджеры артистов, чтобы с просьбой выступить на этом фестивале? Безусловно. По-моему, в прошлом году Андрей Данилко говорил, что группа Mounted Breeze попалась его помощи на фестиваль. Ну, да. По его просьбе как-то. Мы когда с Юрой Никитином как раз общались, мы это вот как раз в комплексе как раз и рассмотрели. В принципе, я был только за то, что Mounted Breeze очень хорошая молодая группа, которая, я думаю, еще покажет всем. Да. Ну, я могу сказать, как человек, который объявлялся со сцены, что я был приятно поражен уровнем очень молодой группы. Молодой в буквальном смысле, потому что сколько это? По 14-15 лет? Кажется, кажется, на пару лет старше, но точно не помню. По 18-ти? По 18-ти, наверное, да. Но я паспорта не смотрел, но надо сказать, что это такой напор и при этом при всем они действительно умеют играть. Это тоже важно, потому что это большая сцена, нужно как-то поймать аудиторию, не испугаться и при этом все-таки иметь какой-то художественный уровень музыкального. Кстати, уже назвали два иностранных артиста, которые больше всего знают. Три. Ну, три, Том Модел, Кемикл Бразерс и Лас Крэпенсис. Кстати, как именно проходили переговоры с ними, когда начался этот процесс? Ну, с Кемикл Бразерс еще в прошлом году мы их анонсировали перед Новым годом. С остальными артистами, в принципе, мы начали диалоги уже там в январе. С многими артистами, которых сейчас будем анонсировать, мы вели переговоры там по полгода, по году до этого. То есть, опять же, диалоги очень по-разному модлятся. С некоторыми только запустили диалоги до недели назад, но, возможно, через днер мы сможем анонсировать. То есть, очень-очень все по-разному. Нет какой-то такой схемы, что дело в идет три месяца и через три месяца мы анонсируем. Очень индивидуальный процесс. То есть, очень много салазовательных моментов. У всех европейских артистов летом очень перенасыщенные графики выступления не европейских фестивалей. В нашей дате параллельной есть крупные фестивали в Польше и в другом. То есть, соответственно, нам нужно с ними как-то состыковывать даты, логистику и прочие бытовые моменты. С одним из артистов у нас согласование сейчас идет чем-то на рейсе, чтобы он успел улететь и выбежать на сцену там. То есть, поэтому все настолько сложно индивидуально, что, к сожалению, это все занимает определенный кусок времени, безусловно. Но уже все-все на финальный сценарий почти со всеми. те же Кемикл Бразерс с Нихийской это определенные условия, при которых они приедут в Украину и выступят. Можете назвать? Там очень сложный будет технический продакшн, они приедут с четырех разовиками техники, там будут огромные крутые роботы. То есть, они выступали, если началось, около 10 лет назад в «Дорси спорта», это был такой очень... Простой. Ну, простой, скажем так. Сейчас будет очень крутое шоу, то есть, это будет действительно очень вау. То есть, там будут огромные роботы на сцене. Ну, я просто как свидетель концерта, по-моему, два года назад я на них попал, на большое шоу в Европе. И я могу сказать, что это не просто там красивый какой-то такой набор всяких инструментов, там, видеоэкранов или каких-то там спецэффектов другого рода, а это, знаете, это такой удивительный спектакль, который вот ты проживаешь с ними час, и ты не можешь остановиться при условии, что, ну, скажем, Chemical Brothers это не тот артист, который меня бы мог удивить, как мне казалось. И оказалось, что это совсем, это нельзя сказать, а, ну, Chemical Brothers как обычно приедут. Хотя, во многих группах так можно сказать, потому что у них есть там сложившийся набор песен, они свое отстреляли, скажем, 15-20 лет назад, и тебе сейчас просто приятно попасть на какой-то привет из прошлого на какую-то такую сказку, которая тебе напомнит там о твоих школьных годах, например. Вот по поводу Chemical Brothers я могу сказать обратное, потому что это одно из тех шоу, которые впереди современных технологий, потому что они сочетают очень разные компоненты, которых раньше не было. И я был когда-то на концертах в Дворце Спорта, вот, я тогда был не очень доволен тем, что увидел, и вот в этот раз кардинально поменял свое мнение, очень сильно. Поэтому я искренне советую людям, которые хотят получить ни с чем не сравнимое впечатление, обязательно так показать. На самом деле наши актисты, что западные, когда они выступают где-то там во Дворце Спорта, в других локациях Киева, закрытых, это все шоу, которые, ну не только из-за продакшн, из-за какого-то шоу, это все другая совсем атмосфера, потому что там те же продажи, они неоднократно выступали, например, во Дворце Спорта, но когда они выступили у нас, это было совсем другие ощущения, и я думаю, люди после как раз Атлас Викенда уже в Дворце Спорта еще меньше в следующий раз захотят ходить, потому что абсолютно разная атмосфера отличается, то есть энергетика просто на порядок выше, и Open Air все-таки он в этом плане как раз и положительно играет роль, что даже наши украинские артисты выступают там, совсем другие эмоции, энергии передают своим слушателям, поэтому, ну и каждый артист, даже наш украинский старается приготовить какую-то уникальную программу, чем-то удивить, то есть не просто выступить на открытой артисты вчера встречались, тоже они готовят, я надеюсь, очень крутую и интересную программу и тоже будут удивлять, собственно, они целого от него выступали в Киеве, ради того, чтобы у нас выступить, это очень приятно. А все-таки именно иностранных артистов сколько будет в этом году? 250 в общем, да? Иностранных будет где-то от 50 до 70 приблизительно, опять же, сейчас идет финальное устаканивание Лайонапа. Ну так я понимаю, Кемикл Бразер будут закрывать, да, какой-то день. Они будут 7 июля, они будут перед последним день закрывать. Кстати, пока еще неизвестно, кто именно с украинских артистов будет выступать. Можете кого-то уже назвать сейчас? Давайте, мы согласуемся с менеджментом. Ну и из тех, кто объявлен был вчера, это Курган Агрегат и Ярмак. Ну, дождитесь буквально в следующей неделе, в следующей неделе будет большой каскад нонсов, я думаю, за ближайшие несколько лет. Те, кто долго-долго пишет, а где же все имена, все перестают в латинстве писать. Более того, я советую пробовать, слушать либо тех, кого вы не знаете совсем в лайнапе, либо знаете, допустим, одну песню. Технологии сейчас очень-очень добрые, можно в любой сервис ввести, например, Томодел, получить полное представление об этом артисте, но полное в смысле записи, потому что в том-то и интерес, и прелесть попасть на сильного артиста и увидеть, что он делает воочию, вживую. У меня бывали ситуации, когда ты попадаешь на концерт кого-то, кого ты давно знаешь, тебе нравится его музыка, и концерт оставляет, ну, какое-то такое ощущение, скорее, такого студийного клопа, которого вытащили на свет, и он щурится и немножко боится аудитории. Вот в случае с Томомоделом ситуация совершенно обратная, потому что, возможно, его музыка в записи может показаться относительно спокойной, но то, что он вытворяет на сцене, это большая экспрессия, это интересно, это очень круто, и самое главное, что это происходит у вас на глазах, если вы позаботитесь и вовремя займете свое место, то, возможно, на расстоянии почти вытянутой руки, может, даже кусок от того рояля, который он разгромит, вам прилетит на память маленький такой. Ну, и по поводу тех же Last Frequency, с которых мы тоже уже анонсировали, очень много людей по названию не понимают, что это за артист, но... По песенам, наверное. Да, но когда я на встречах и со спонсорами просто ставлю их треки, минимум два трека, 9 из 10 людей сразу узнают, поэтому, действительно, сейчас очень большой наш эмоционный поток, очень много музыки, в принципе, информации, очень много любимых песен, которые все знают, все слушают, они не знают, что за исполнитель, к сожалению. Мы пытаемся привезти актуальных, новых исполнительных, которых там 5-10 лет еще не заслушали до дыры, и, соответственно, нужно обрежать внимание все-таки на любимые треки, ну, на самые популярные треки этих артистов, чтобы понимать, что да, это те артисты, которых мы тоже знаем и любим. Какие у вас были вообще проблемы с артистами? Возможно, за два года запомнится такой артист, который там большие условия там, например, ставил? Про артиста или хорошо, или никак. Нет, есть сложные райдеры, которые в том числе и в бытовом смысле сложные, но я думаю, что, наверное, выполнить требования Касабиана было непросто. А какие там были требования Касабиана? Ну, там большой технический, короче, продакшн, то есть, на самом деле у западных артистов в большинстве в своем требования в первую очередь вот они очень-очень относятся серьезные к техническим требованиям, то есть для них это приоритетно, чтобы там все было очень пунктуально по графику, чтобы там везде все было именно так, как им пообещали, как это согласовали технический райдер, и в этом плане, как он, предельчивость зашкаливает, но она для чего-то делана, чтобы получать тот уровень шоу, который они хотят привести и показать нам. Но что касается каких-то любопытных данных именно Касабиане, они перед концертом в своей очень большой гримерке, она у них большая, там по звукам происходила какая-то вечеринка, то есть там гремела музыка, раскачивались, они там раскачивались, громко разговаривали, хохотали, то есть это делается для того, чтобы на сцену они уже выходили с определенным энергетическим зарядом, то есть не начиналось там серия «Эй, привет, ну как бы там, давайте с первой песни начнем». Они выходят и сразу делают урока. Такая вот технология. Очень хорошая методика, я про нее забыл. Но особо каких-то капризных иностранных артистов не было, которые срывали там, например, вы знаете, я могу вам сказать не на примере от вас «Укенда», что в целом самое, наверное, в целом смотрю あ пальцами «luence